Люди, как и горы Каждый имеет свои вершины. Мир гор – это образ жизни. Человек, однажды побывав в горах, возвращается туда снова и снова. Мир гор – это образ жизни. 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 Мир гор – это образ жизни, энергии и вдохновения. Храм мудрости. Мир гор – это образ жизни. 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 своего отца. Свою первую вершину он взял еще в школе, окончив ее золотой медалью. Затем был металлургический институт и диплом с отличием. Список своих альпинистских достижений Александр Зайдлер набирал по классической схеме, с простых вершин и к началу 60-х годов совершил ряд восхождений в высшей категории сложности, в том числе технически трудный треверс легендарной Ужбы. В начале 60-х годов под руководством мастера спорта по альпинизму Александра Зайдлера сборная команда Днепропетровской области начала штурм самых сложных маршрутов Центрального Кавказа. Северные стены Тютюбаши, Центральной Шхельды, Пик Щуровского, Грозной Ужбы, принесшие команде и ее руководителю признание и медали чемпионом. Заметным явлением днепропетровских альпинистов стали восхождения на пик Шевченко, где они установили бюст Великого Кобзаря. Для наших альпинистов эти восхождения стали традиционными. Забралась вся команда, приехали в Нальчик, где нас встретили наши друзья с Кабардино-Балкарии. Причем встретили, что называется, с кавказским гостеприимством, с распростертыми объятиями. Чуть ли не целую оду спели для Александра Михайловича, потому что Александр Михайлович тот человек, благодаря которому все эти поездки происходят. Александр Михайлович может найти подход к любому человеку. Человек действительно настолько неконфликтный и всегда идущий на компромиссы, что я не знаю вообще человека, с кем бы он ругался когда-то или ссорился. Максимум, что я когда-то слышал, когда он был очень злой, это ну блин, вот где-то так вот. Поэтому человек абсолютно неконфликтный и настолько располагающий к себе, что вот лично как для меня, для Крещенко Виталия, он в свое время и вообще по жизни для меня является лидером. В 65-м году Александр Зайдлер возглавил областную федерацию альпинистов и через год повел сборную области на штурм высочайших вершин Памира и Теньшани. За пять лет днепропетровцы совершили штурм всех четырех семитысячников страны, в том числе покорили наивысшие горные пики победы и коммунизма. После сезона 70-го года у днепропетровских альпинистов были еще десятки восхождений. Легендарная Хантенгри – ряд первовосхождений на безымянной вершине могучего Памира. В 70-м году покорители всех семитысячников страны Александр Зайдлер, Виктор Шабохин, Анатолий Витько одними из первых украинских альпинистов были удостоены его высшего титула высотников – снежный барс. Тогда в Украине, как и сейчас, снежных барсов были единицей. Александр Зайдлер стал единственным спортсменом Украины, выполнившим нормативы звания снежный барс дважды. Я буквально два-три слова скажу об Александре Михайловиче и буду задерживать. Это человек, который в какой-то мере в 60-е годы возродил альпинизм при Петровской области. Он был мастером спорта, а мы все были третиразрядниками. Он нашел в себе организаторские способности для того, чтобы нас всех собрать, объединить, вывезти в горы, в лагерь Элиброс. Он говорил, дети, ну вот если бы не альпинизм, кем бы я был? Ну, был бы профессор с брюшком, понимаешь, вот сидел бы там, решал расписание, составлял студентам. А сейчас, а сейчас я провожу время и жизнь в любимом для меня месте, в горах. Я люблю горы, я люблю друзей. Альпинизм на Днепропетровщине стал поистине массовым. Достижения восходителей получили заслуженное признание в области, в Украине, в Советском Союзе. Александру Зайдлеру было присвоено звание заслуженного тренера Украины. У Александра Михайловича Зайдлера огромный организаторский талант. Всю свою жизнь он посвятил развитию альпинизма в Днепропетровске, в Днепропетровской области, и не только, но и на Украине. Его хорошо знают за рубежом, в Европе, в Америке и в других странах. Однажды в Греции, поднимаясь на святую вершину Олимпа, нашим альпинистам повстречался слепой монах. Вот он, меня он спросил, кто ты? Ты католик? А он слепой, знаешь, он меня не видит, знаешь, католик? Я говорю, нет, но, он говорит, католик, но ортодокс, но мусульман, но баптист, но, он говорит, кто ты? Ой, по-английски немножко. Я говорю, я альпинист! Он меня прикрестил и говорит, гоу-гоу, иди. В настоящее время Александр Зайдлер – член Комиссии Всемирного Союза Альпинистов, ответственный за развитие молодежного альпинизма. Последние годы он побывал в горных районах Австрии, Италии, Франции, Словении, Турции, Индии, Америки. В этом году ему исполнилось 80 лет, и как настоящий альпинист свой юбилей он встретил в горах. Трудно поверить, что этому человеку 80 лет. Он молод душой, сохранил прекрасное здоровье и, как всегда, мечтает о новых походах.